Дело в том, что почти всегда наша собственная сексуальная фрустрация вызывается нашими собственными проблемами. Например, вот этот мужчина вышел из себя не потому, что его не привлекает отчет по продажам, или не потому, что секретарша ошиблась. Он вышел из себя для того, чтобы прикрыть свою вину. Вину, потому что он желает свою секретаршу. Впрочем, разве его можно винить? В реальности он не может это сделать, но в фантазии возможно все. Именно в эти интимные игры мы и играем. Привет. Привет. Ну что, начнем? С чего начнем? Эксперимент. А, да. В общем, вытаскивай карандаш. Что? А, да. Записывай. Итак, моя первая сексуальная фантазия, посетила меня, наверное, хоть я тогда этого не понимала, в возрасте примерно восьми лет. Брат не давал мне играть со своей железной дорогой, но смотреть не разрешалось. Помню, я кричала от восторга каждый раз, когда поезд въезжал в тоннель. Я как будто чувствовала это, сама. Чувствовала. Вскоре я начала встречаться с парнями, как полагается. Ну, обычные фантазии, и пушно. Я имею в виду не здесь, а в джунглях. И вокруг все очень свежее и девственное, и деодорирование. Ты понимаешь, о чем я? И я чего-то ищу. Мне все жарче и жарче. Я начинаю расстегивать пуговки на своей... на своем жакете. По жакетам ничего нет. Я слышу звуки африканских барабанов. Они все ближе и ближе, все громче и громче. Я не понимаю, откуда они несутся. Но что со мной? Я не понимаю, что со мной. Что это за джунгли? Джунгли. И вдруг я вижу их. Кого? Туземцев. Зулусов. Их орды. Их сотни. Их тысячи. Они все бегут ко мне. Они все ближе и ближе. И я слышу их дикие крыльки. Я знаю, что нужно повернуться и бежать. Но я не могу. Я приросла к месту. Я слышу звуки их там-тамов. И вдруг, ни с того ни с сего, они окружают меня. Куда бы я ни посмотрела, я вижу их большие, толстые щиты. И их огромные... Я слышу их там.